МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эй, эй, do that for new things! Всем привет! Меня зовут Юля Руш. Вы смотрите программу «Сильная же». Сильная женщина и только актуальная жизненная ситуация. В этом выпуске мы подготовили для вас несколько важных и интересных тем. Обо всем подробнее в кратком анонсе. Итак, что мы для вас приготовили? Во-первых, мы расскажем о важности плавания в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Тема очень важная и интересная, не пропустите. Далее мы начнем подготовку к зиме и начнем ее с обуви. Обо всем расскажет Алена Милина. Следующим этапом мы начнем готовиться уже так резко к Новому году. Я думаю, что пора, и многим будет интересно узнать, где же приобрести качественные сладкие подарки. И сегодня в этом выпуске вас также будет ожидать мастер-класс. Не пропустите, будут идеи очень интересные и необычные. Смотрите. В начале выпуска мы коснемся очень серьезной темы. Роли плавания в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Да. Занятия плаванием для детей с ограниченными возможностями здоровья имеют невероятную ценность. В семейном центре Мивилайф мы проводим адаптивное плавание с детками ОВЗ. Плавание – это отличный способ, чтобы увеличить приток крови к мозгу. Увеличение кровотока способствует более эффективному функционированию мозговых клеток. Также вода является лучшей средой для развития сенсорных ощущений. Вот так уж, типа мочек. Молодец. Мы занимаемся с тренером. И для нас, в принципе, для Максимки, по нашему диагнозу, вода – это кладезь здоровья. Мышечная атрофия предполагает то, что ребенку очень трудно сделать любое движение. А в воде – это все гораздо легче. И потом уже на суше мы вспоминаем. Клубом брызгать. Всех брызгаем. Ножки поднимем. Наши ножки. Подняли ножки, подняли, подняли ногу, подняли. Мухом всех брызгаем. Систематические занятия в воде вызывают у детей положительные эмоции. Способствуют укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной системы, а также опорно-двигательного аппарата. Выпрямляй ручки. Вот, молодец. Ты такой крутой. Вообще. В воде – ну-у-у-у, хорошо. Вивилайк мы занимаемся уже более полутора лет. Нашим основным тренером является Михаил Александрович. Но и другие тренеры достаточно компетентны. Мы уходим, потому что он все не контактные. Он быстро находит общий язык. Будем тучку догонять. Тучка поплыл. Поплыл, поплыл, поплыл. Ручки вытягиваем. Тучки вытягиваем. Где тучка? Тучку, тучку догоняем. Тучку. Вот. Ему очень нравится. Мы прямо бежим в бассейн. И он очень любит воду. Хотя вначале было не так. Мы боялись. Мы систематически ходим. Мы ходим заниматься два раза в неделю. В связи с нашим диагнозом нам противопоказан больше спорт. И мы открыли для себя больше плавания. В плавании у нас задействованы все мышцы. Ведь даром говорят, что чем лучше ребенок физически развит, тем умственно он более развит становится. И это правда. Как дешевле плавал на голову? Вот. Молодец. Все, ты молодец. Воспитание ребенка раннего возраста с ОВЗ в первую очередь должно быть эмоциональное благополучие. Мы работаем над своей методикой и доводим ее до совершенства. Также мы используем методики ведущих специалистов в стране. Занимаемся мы абсолютно с любым возрастом. Как с детьми, так и со взрослыми. На занятиях мы в первую очередь делаем упор на опорно-двигательный аппарат, работу с мелкой моторикой и на развитие новых нейронных связей. Вперед, к нам. Давай. Вот. Вот. Молодец. Давай, 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 давай. Михаил Александрович прежде всего стал другом. Максимка очень с ним ладит. Доверие самое главное. Максим начал нырять. Также в семейный центр «Мивилайф» каждые два месяца приезжает нейропсихолог из Нижнего Новгорода. Занятия со специалистом очень важны для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они проходят определенный курс в течение 10 дней, закрепляют его дома вместе с родителями. На уроках они записывают, снимают и дома все воспроизводят, потому что мой метод называется альфа-коррекция, диспроксия-коррекция. Паузер, ножки переставляй, ножки, ножки переставляй. Вот еще. Отец толкает. Вот умница. Давай. Кирилл, молодец. Давай еще. Катим, катим, катим. Ножки переставляй. За один час идет развитие сразу нескольких отделов коры головного мозга – слухового, двигательного, зрительного и тактильного. Хорошо, подготовлено. Вот, слава. Мы освобождаем ручки, развиваем мелкую, потом крупную моторику, и занятия направлены на то, чтобы повысить когнитивные функции. Когниция – это восприятие. Для записи на адаптивное плавание в семейный центр Мивилайф звоните по телефону 47 10 27. Также запись ведется и через сообщение в группе ВКонтакте. Приглашаем на занятия. Мы продолжаем и переходим к нашей следующей теме – подготовки к зиме. Вместе с Аленой Милиной мы подготовим обувь к грядущему холодному сезону. Сегодня мы в мастерской ручной чистки обуви Гуталлини. Александр, расскажите, пожалуйста, сейчас очень многие как раз готовят свой гардероб, в том числе и обувь, именно к зиме. Если вдруг мы заметили, что что-то с ней не так, возможно, как-то неправильно хранилось или неправильно использовалось, то можно ли что-то с ней сделать и исправить? То, что касается кожаной обуви, часто без должного ухода она, кожа пересыхает, начинает трескаться, ломаться и, соответственно, обувь быстро выходит из строя. При должном уходе может она служить долгие годы. Обувь достали из коробки с какими-то белыми разводами, часто бывают реагенты на дорогах. Это все можно вывести, почистить при необходимости, цвет обновить. Если вы перед хранением обувь не готовили, не увлажняли, не использовали различные бальзамы, крема, то перед сезоном это обязательно нужно сделать. Даже сейчас, если, например, мы будем осеннюю обувь уже убирать, то прежде чем ее убрать на антресоль, лучше принести к вам. Обязательно нужно перед хранением обувь хорошо почистить, убрать все загрязнения, реагенты или еще что-то, что попало на замшу, на кожу, на нубок. И, соответственно, обработать кожу различными бальзамами, кремами, восками. Это позволит обуви храниться дольше, спокойно. Вы достанете ее уже чистой, готовой к использованию в новом сезоне. И при этом, пока она хранится, она не успеет именно кожа высохнуть, потрескаться. Александр, я такой человек, что люблю все проверять на себе. Поэтому могу ли я прямо сейчас посмотреть, как у вас здесь все устроено и действительно, возможно, что-то и восстановить? Да, пожалуйста, пройдемте в мастерскую. Там как раз нас ожидает пара, с которой нужно поработать. У нас есть обычная пара ботинок, которые мы сейчас будем приводить в самый идеальный вид. Александр сказал, что я буду сейчас бутблейкер. Это так теперь называется. Ну что, с чего начнем? Эта обувь уже вымыта, то есть основные загрязнения убраны. Наша задача для начала удалить старые, значит, остатки грязи, которые не смогли убрать при чистке. И старые крема, бальзамы. Для этого мы будем использовать вот такой слабый достаточно растворитель. Очень мягкий и который не вредит коже. Протираем. Это не краска, это вот как раз остатки старых кремов. Сейчас можно взять щеточку вот мягкую и остатки какие-то, то, что у нас тут какая-то пыль от ватных дисков, да, просто смахнуть. Это какая-то специальная щетка? Щетка нет, не то чтобы она специальная. Это щетка с конским ворсом, длинным, достаточно мягким. Поры на коже мы как раз таки открыли. Сейчас наша задача напитать кожу, чтобы она у нас не пересыхала. Для этого мы воспользуемся бальзамом. Он немного подкрашивает. Бальзам, да, на губку. И очень тоненько, именно совсем чуть-чуть, аккуратно натираем обувь. Я заметила, что у вас здесь специальные средства, и нет ничего из масс-маркета. Из магазинов лучше вообще не пользоваться, потому что продают губки, как раз таки силиконовые. Замечательно ты грязную обувь протер этой губкой, она блестит, красота, чистота. Да, но на самом деле это, конечно, очень пагубно для обуви, и лучше так не делать. Ну, то есть в очень крайних случаях, и желательно после этого как раз таки все это вычистить. Вот это да, я не знала. Сейчас мы будем использовать мягкий крем, тоже черного цвета. Будем им обрабатывать только, опять же, нижнюю часть. Пальчиками? Пальчиками. И вот таким вот образом. Теперь вы понимаете, да, почему называется именно ручная чистка обуви в гуталине. Потому что все реально делается пальчиками и ручками. Пальчиками и ручками, да. А низ, нижнюю часть, соответственно, да, мы пройдемся именно черным кремом. Уже вау. Как будто реально. Я даже такие, мне кажется, новые никогда не видела. Даже в магазинах иногда они так не выглядят. Крему лучше дать постоять минуток 10, чтобы он именно впитался. Я так понимаю, что не только обувь можно принести, а также это сумки, кожаные изделия, куртки. И все это возможно даже восстановить, если мы когда-то думали, что это просто уже убито. Практически всегда вещь с царапинами, какими-то задирами, повреждениями и даже разрывами кожи, в принципе, можно восстановить и сделать их снова почти как новыми. Все повреждения реставрируются, колористы наши создают цвета именно в тон вещи, да, обуви, сумки. Здесь сумка Ральф Лорен. Ручки пришли в негодность. То есть вот мы сделали уже новые ручки, абсолютно точно такие же, какие они были. Выкрасили в цвет. Сейчас осталось сделать заливку уреза. То есть отличные зимние кроссовки Роберто Кавалли. Мы их уже отремонтировали. Сейчас здесь задача будет реставрация царапин. Только-только пришедшая пара. Это ботинки байкерские Харли Дэвидсон. Здесь, конечно, да, работы будет много. Как раз видно, да, что вот это пятно, переключение передач. Ну что, 10 минут у нас прошло. Какой следующий этап? Сейчас крем у нас впитался. Нужно его располировать. Такими вот движениями. Никаких круговых движений. И просто вот мы растираем крем по обуви. Сейчас мы берем как раз-таки мягкий ворс. Наша задача именно разогреть воск, который мы только что нанесли. Вот блейкеры подготовили вашу обувь к зиме. Если у вас нет времени ехать к нам в мастерскую, у нас есть услуга. Заберем, почистим, привезем. То есть мы забираем в удобное вам время, месте, приводим в порядок ваши обувь, сумки и возвращаем также в удобное время и место. И причем обувь выдается словно это новое, вот такой как подарок, можно так сказать. Поэтому побалуйте себя, побалуйте свою обувь, приходите в Гудалине. Будем рады вас видеть. Далее я хочу заметить, что мы стремительно приближаемся к главному празднику года и подготовкой к нему нужно заняться уже сейчас. Новый год у нас не за горами и один из символов нового года – это, конечно же, сладкий подарок. Сегодня я подскажу вам, где вы можете заказать качественный новогодний подарок. Сегодня я хочу представить вам магазин сладостей для радости Фелица. И именно здесь вместе с директором Ольгой мы поговорим о новогодних подарках. Мы расскажем вам о том, как же должен выглядеть хороший, качественный подарок для вашего ребенка и для вас самих. Очень много компаний предлагают свои услуги по изготовлению подарков. Однако не все компании могут внести какую-то изюминку в свои новогодние подарки для того, чтобы сделать их уникальными. Мы как раз-таки это можем. Одним из немаловажных факторов является то, что мы напрямую работаем с некоторыми фабриками, такими как Казань. Это жемчужина Казани, подсолнух и многие другие конфеты. Такими фабриками, как Шексна, Вологодская фабрика. И, конечно же, перь. Мы являемся дистрибьюторами этой фабрики. Вся линейка мономахов. Удивительные конфеты, которые требуют особого внимания к себе. Мы представляем конфеты европейских производителей. Это Италия, Польша, Финляндия. Мы единственные, кто привозит в наш город итальянские конфеты. Они поистине заслуживают особого внимания. Преимущества вашей компании понятны. Это действительно замечательно. А что касается новогодних подарков, в чем их уникальность? Уникальность наших подарков в том, что мы делаем их с особым трепетом. Индивидуально подходим к каждому заказчику. Подарков одинаковых у нас просто нет. Сначала мы встречаемся с покупателем, обсуждая все детали. Учитываем возраст ребенка. Мы вместе обсуждаем наполняемость и стоимость подарка. И только тогда этот заказ запускаем в работу. Прямо сейчас мы хотим показать вам разобранный подарок. Его цена до 500 рублей. То есть сюда входят только конфеты, никакой карамели, как уже сказала Ольга мне по секрету. То есть максимально вкусный набор. Итальянские конфеты, как раз таки польские конфеты. Очень много новинок. Ну все выглядит и звучит максимально вкусно. Все получается очень ярко. Я думаю, очень подходящее как раз для детей. Конечно, организации делают предзаказы, но прийти сюда может и рядовой покупатель, чтобы приобрести подобный набор. Собрать его поможет сотрудник магазина и, конечно же, сориентирует вас по ассортименту. Среди наших клиентов большие организации и маленькие. Кто к нам когда-то присоединился, от нас уже не уходит. Фелиция готова радовать вас хорошим настроением. Магазин сладости для радости Фелица находится в центре города. Октябрьский проспект, 127. Приходите. А знаете, что станет прекрасным дополнением к сладкому подарку? Что-то красивое, необычное, сделанное своими руками. Например, свеча из вощины. Приглашаю на мастер-класс. Здравствуйте. Меня зовут Анисимова Виктория. И сегодня мы с вами будем делать свечи из вощины. На улице становится все холоднее и хочется больше тепла и уюта. Именно этим мы сегодня будем с вами заниматься. Вощина – это воск, только он пропечатанный. Поэтому он содержит в себе больше творчества, содержит в себе больше магии, можно сказать. И в себя впитывает очень много намерений. Намерения – это ваша цель, ваше желание. Во-первых, подумайте, что вы хотите вот в данной ситуации, в данную минуту. И именно с этим мы сегодня будем с вами работать. Вы уже подумали, а что вы хотите. Второе – это мы сегодня будем делать с вами фитиль. Из хлопковой нити отмеряем, отрезаем. И фитиль, вот в таком вот виде мы его опускаем в горячий воск растопленный. И он может раскрутиться, ничего страшного. Мы когда промокнем полностью весь фитиль, снова его закручиваем уже с воском. Здесь уже готовый провощенный фитиль. Сейчас мы приступим к вощине. Смотрите, цвет вощины может быть совершенно разным. Вот я сегодня взяла зеленую вощину. Зеленый цвет отвечает за деньги. Розовый – он у нас отвечает за успех, отвечает за славу и отвечает за влюбленность. Все зависит от того, с каким намерением вы обращаетесь. Руки ваши должны быть чистыми. Обязательно помойте их с мылом. И второе – обязательно разотрите, чтобы они были теплыми. Первое намерение можно вложить сразу же в фитиль. Вот мы его так обнимаем и мысленно говорим, да, какое намерение мы туда вкладываем. Дальше мы кладем наш фитиль. С одной стороны более длинная часть, а другая у нас в ровень с листом вощины. И начинаем вдавливать фитиль в вощину. И вот здесь нам пригодятся наши теплые ручки. А сейчас мы с вами наполним нашу свечку. Берем травку. Это у меня полынь. Полынь она наполняет, она очищает. Так как у нас свеча денежная, если чего-то не хватает, она просто очищает место для того, чтобы деньги были. Прямо вот берем и насыпаем. Также, как вы знаете, розы – это цветы признания. Поэтому мы вот добавим туда, в нашу свечку, еще признание. Мы размельчаем прямо в руках и всыплем. И еще мы с вами добавим туда масло. Масло лимона. Оно тоже имеет запах денег. Какой аромат стоит у нас уже в студии. Свечка у нас наполнена. Сейчас мы будем ее закручивать. Если растущая луна, то мы закручиваем на себя. Первый слой нам надо делать очень плотно, чтобы серединка была очень плотная, поэтому здесь о красоте пока мы не думаем. И только последние ряды мы уже меньше нажим оказываем, чтобы у нас вся структура сохранялась. Край мы просто его уплотняем. Друзья, и за какие-то полчаса мы сделали с вами вот такую вот красоту. Причем она не просто будет вас греть своим теплом, когда она будет гореть, но также она будет создавать магию в вашем доме. Мы продолжаем наш выпуск и переходим к следующим идеям подарков. Посмотрите, какие они красивые. Они могут стать украшением для вашей елочки и для вашего дома. Шарики выполнены из бархатной ткани и украшены полимерной глиной. Кружимная тесьма и атласная лента. Вариант номер один – шикарный новогодний шар в стиле барокко. Он добавит вашей елке определенный шарм. Отрежем лишнее. Ну что, шарик теперь уже красивый. Мы можем расположить нашу лепнину. Она очень хрупкая. Располагаем симметрично. И также клеим либо на горячий клей, либо на универсальный. Вариант номер два – изделие своими руками из эпоксидной смолы. Зимой нам так не хватает солнечных дней и тепла, так почему бы не подарить близкому человеку целое море? Под углом 45 мы как бы ее захватываем, эту волну, и ведем. Если что-то нам не хватает, мы можем украсить декором. То есть какие-то камушки может по берегу, либо ракушечки. И это все на ваше усмотрение. Можно сделать красивые часы для декора. Можно сделать картину нарисовать. Потом сделать журнальные столики. Тоже с декором из эпоксидной смолы. Некоторые заливают из слэба. Например, обеденные столы. Но это уже большая такая работа. И, соответственно, здесь уже смола должна быть другого вида. Угу, не для творчества. И вариант номер три. Фигурка из полимерной глины. Вместе с мастером можно сделать и символ будущего года – черного кролика. Теперь нам надо прорезать ротик. От центра носика немножечко вниз линию проводим. Теперь мы будем это все дело тонировать. Помните, что подарки, сделанные своими руками, приятны по-особенному. Все выпуски нашей программы вы можете найти в группе Девятка ТВ Кира Вконтакте. Переходите туда по QR-коду. Приятного вам просмотра! Продолжение следует...